Церковь и молодежь. Ежегодная встреча, подготовленная молодежно-приходским центром Гребневского храма Одинцовского благочиния при поддержке администрации Одинцовского района. Основной ее темой стала семья целомудрия, устаревшие понятия или основа современного общества. В фойе волейбольного центра разместилась выставка работ юных художников, участников районного конкурса «Рождественская звезда». Открыл мероприятие благочинный церквей Одинцовского округа «Архимандрит Нестор». Поздравив гостей с Российским днем православной молодежи, встреча началась с общей молитвы в сопровождении хора Георгиевского собора. Дорогие друзья, рад всех вас приветствовать здесь. В который раз мы проводим эту встречу в рамках Всероссийского праздника Дня православной молодежи, приуроченной к празднику Сретения, не улыбайтесь. Дело в том, что карантин из-за гриппа подвел нас. И в этом плане из-за этого пришлось так все переносить. В зале собралось более тысячи зрителей. Это воспитанники воскресных школ Приходского центра при Гребневском храме, учащиеся Одинцовских средних школ, курсанты пограничного института, студенты МГИМО, а также священники, руководители образовательных учреждений и прихожане. Славься, славься из рода в род! Славься, великий наш русский народ! Гостем нынешней встречи стал доцент Санкт-Петербургской православной духовной академии протеерей Александр Ранне. Она проходила в формате лекции, в ходе которой протеерей затронул важные нравственные аспекты, являющиеся основами семейной жизни. И сегодня, когда мы читаем Библию, мы должны отдавать себе отчет, что Библия — это не книга, так сказать, не учебник по, так сказать, космологии или по физике. Библия — это размышление о чем-то чрезвычайно важном для человека. Самом может быть важным. Потому что, говоря о целомудрии и о семье, мы должны понимать, с точки зрения какого мировоззрения мы об этом говорим. Вот в истории человечества ведь были разные представления о том, что такое человек, что такое семья, что такое воздержание, что такое вообще, в чем, собственно, смысл человеческой жизни. Все это, так сказать, чрезвычайно по-разному всегда понималось. По окончании лекции Александр Ранэ ответил на вопросы, которые поступали из зрительного зала. Продолжили встречу воспитанники молодежного центра при Гребневском храме, хор Георгиевского собора, клуб исторической реконструкции и юные самбисты. Их яркие и трогательные выступления никого не оставили равнодушным. В заключении встречи церковь и молодежь на сцену вышла исполняющая обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова. Сегодня на нашей земле Одинцовское благочиние, Московская епархия и Русская православная церковь проводят замечательное событие, встречу, которая была организована, конечно, при вашей участии и нашего замечательного гостя, отца Александра. Разрешите мне от имени главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова поблагодарить вас, дорогие зрители и участники данной встречи. Хочется огромное спасибо сказать той молодежи, которая сегодня вместе с нами здесь. В рамках Всероссийского дня православной молодежи такие встречи проводятся ежегодно. На них традиционно приглашаются молодые люди приходов Одинцовского благочиния. Гостями прошлых встреч были такие известные люди, как про это иреди, Дмитрий Смирнов, священник Олег Стеняев, режиссер Никита Михалков. По словам участников форума, такие мероприятия помогают разобраться в православной культуре и найти ответы на все интересующие вопросы. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.